Я хотел обсудить вот что. Есть опрос Левада-центра. Богатство в представлениях 77% россиян остается неприличным или даже преступным, если и когда идет о богатстве депутатов и чиновников, выяснил Левада-центр. Для представителей власти 82% граждан не проще установить имущественный ценз, в том числе для того, чтобы госслужащие знали, в каких условиях живут простые люди. Социологи объясняют это тем, что крупная собственность, по мнению россиян, могла быть получена только несправедливым и нелегитимным путем. Это сегодняшний коммерсант излагает Леваду. Левада-центр выяснил, что только 13% граждан считают нормальным, если чиновник или депутат очень богат. 13%. Интересно, наши слушатели, скажите, пожалуйста, вы считаете нормальным, когда чиновник или депутат очень богат. Нормально, морально, это все классно. 916-5581, да, 5-581, да. 916-5581, да, это морально, это нормально, и здесь нет ничего плохого. Да, 916-5581. Нет, 916-5582. 13% граждан России, опрошенных Левадой, считают, что если чиновник или депутат очень богат, это нормально. 33% это неприлично, 44% преступно. Мы неприлично, преступно и аморально ставим вместе. 916-5582, телефон. Граждане полагают, что крупная собственность могла быть получена только нелегитимным путем, через коррупцию, казнократство или предоставление каких-либо преимуществ, поясняет Левада Центр. Процесс Михаила Ходорковского шел под этой демагогией, что людям возвращается несправедливо нажитое, и так далее, и так далее, вспоминают социологи. Смотри, положительно, что должен быть имущественный ценз, уровень дохода, не выше. 82% опрошенных считают. 62% считают, что чиновники и депутаты должны знать, в каких условиях живут простые люди. 20% человек без бизнес-активов независим при принятии решений. 20%. 6% считают, что ценз не нужен, поскольку состоятельный человек не будет воровать и брать взятки. Лучше пусть богатые нами правят, потому что они не крадут. Богатые не крадут, полагает часть населения. Богатые не крадут. Мне кажется, богатые крадут привычно. Богатые крадут. В то время, когда бедный крадет ежес весь, ему зябко, ему неприятно, он потом неделю пьет, то богатый крадет. Привычно запускает руку в карман не свой. Разве богатый живет иначе? Хорошо, наше голосование. 3,5% наших слушателей допускают, что чиновник или депутат очень богат, и это морально хорошо и нормально. 3,5%. 96,5% этого не допускают. Слушайте, а по России 13% допускают. Притом на том основании, что богатый он не крадет. Алло, здравствуйте, слушаю. Добрый день, Сергей, это Олег. Да, Олег. Я думаю, ценз надо установить не сверху для богатства, для депутатов, а снизу наоборот. Но весь вопрос в том, чтобы была полная ясность, открытость для того, как эти богатства были созданы. Вот когда будет полная ясность и открытость, то наоборот, я думаю, нищете, быть депутатом, это не очень хорошо. Подождите, можно вернуться? Тогда можно я сразу возражу вам? Да. Какие вы знаете состояния, нажитые абсолютно честно? Я их не знаю по одной простой причине, что нет открытости пока на сегодняшний день в системе создания этих богатств. Вот и все. Да. То есть нужно принять закон, он уже в какой-то... Но вы убеждены, что таковые существуют? Существуют легальные богатства? Я думаю, да. А я думаю, нет. Ну, я тут не могу с вами согласиться, потому что я думаю, что все-таки есть достаточно честное богатство. Они нечестные в каком смысле? Что, конечно, все богатства без участия в коррупции были невозможны. И сейчас невозможно. И сейчас невозможно. И сейчас невозможно. Невозможно. Нет, просто невозможны. Ну что же, трудно. Невозможно. Ну давайте так. Я говорю, я нырял там с ребятами, да, в свое время. Значит, у меня ребята, которые вот башковитые умницы, умницы, электронщики, айтишники, вообще чумовые ребята, интеллект. Я говорю, ну что вы делаете? Мы ставим такие-то, такие приборы, такие-то, такие-то. Я говорю, ребят, ну вообще с вашим блистательным мозгом вы могли бы быть в Канаде, еще где-то, еще где-то. Они говорят, старик, абсолютно верно. Абсолютно верно. В Канаду могли бы уехать и в Штаты. Но здесь мы ставим эти приборы вместе с племянником префекта. Да. Понимаете, да, Чёвы? А в Канаде хрен найдешь племянника префекта. Да, значит, бороться-то нужно не с богатством, а с тем, как оно создается. И главное, нужна прозрачность. Ну априорно, априорно, исходя из того, что любое богатство по генезису безусловно преступно, ну как можно не бороться? Нам приходится бороться. Нет, ну с другой стороны, в 17-м году под этим лозунгом начали бороться, так? К власти пришла бедняцкая часть. Ну, в какой-то... В 17-м году пришли интеллигенты, европейские мыслящие интеллигенты, которые принялись заигрывать с бедняцкой маргинальной России, безусловно, да? Да, двинули их во власть, и чем это дело кончилось? Ну представьте, что сейчас... Чем дело кончилось? Победа в Великой Отечественной войне, например. А что победа в Великой Отечественной войне? Ну просто, вы говорите, чем дело кончилось, я отвечаю. Победа в Великой Отечественной войне, запуском в космос Гагарина, такими вещами. Победа над туберкулезом, всеобщей вакцинацией, системой здравоохранения, всеобщей грамотностью. Вот чем дело кончилось, да. Да нет, но это не потому, что в этих отраслях... Ну почему Колчак? Если бы Колчак пришел к власти, мы бы запустили Гагарина? Не уверен. Я тоже. Я тоже. Если бы Колчак пришел к власти, мы бы не запустили Гагарина, я думаю. Мне так кажется. Понимаете, вот тут все-таки есть нюансы, согласитесь. Правда же, чем дело кончилось? Так нет, ну давайте же. Алло, да здравствуйте. Нет, все, богатство, все, абсолютно, на мой взгляд, все. За некоторыми богатствами стоят трупы, но за большими богатствами... Извлечение в IT-сфере, но это не настоящее богатство. В сравнении с несколькими, нет такого в IT-сфере. Нет, нам присылают Касперский. Нет, не Касперский, это ФСБ. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Евгений, Москва. Да, Евгений, Евгений. А вы про Касперского, вот ответьте сразу, пожалуйста. Я Касперский, у меня версия, конечно, это интеллектище, это ум, это блестательная, блестательная современная технология и так далее. Но если бы он не был связан с ГБУХой, хрен бы он был Касперский. Абсолютно верно. Абсолютно, это ГБУХа. Это ГБУХа, крыша. Сватовство и понебратство. Ну, конечно, что вы говорите? Поэтому все богатства только преступным путем, однозначно. Ну, молодцы, кто-то смог, кто-то успел, кто-то в школе познакомил с каким-нибудь там племянником губернатора и стал богатым. Почему нет? Кому мешает это делать? Сегодня человек мне пишет в Фейсбуке, слушайте, парень, молодой парень, он говорит, Сергеевич, я там, ну, он по отчеству, он говорит, значит, слушайте, я вас так уважаю, я безразумно, ну, считаю все, что вы пишете, все. Ну, такой, знаете, фанат. И он мне пишет, дайте совет, какое поприще избрать? Я вот, так сказать, да. Я ему говорю, я ему написал честно, два-три года отработать в силовых структурах, потом под крышей бывших товарищей идти в бизнес. Ну, да, как вариант, стопроцентный. А нет, другого способа. В прокуратуру прорваться, и потом в бизнес оттуда, или в ФСБ, и оттуда в бизнес. Все, трубала крыша. Конечно, а что вы говорите? Какой нафиг богатство? О чем вы сейчас мне говорите? Вот это все ужасно, а с другой стороны, в сознании людей нищета возводится в ранг добродетеля. Это ли не проблема тоже для страны? Понимаете? Я же даю советы, когда ко мне обращаются лично, ко мне обращаются лично, я даю личные советы. Абсолютно безошибочно. Безошибочно. Я помню, в 2003 году ко мне приехали какие-то предприниматели, значит, и... Ну, дай, ну как, нас гонобят, так-то они из провинции. Нас затюкали, и прочее, прочее, прочее. В 2003 году, внимание, ты поняла, что я говорю? Да. Я им дал совет. Немедленно вернувшись, вступить в Единую Россию. Да. Немедленно вступить в Единую Россию. В Единой России основать комитет по празднованию 60-летия Великой Победы. Значит, и всех раком поставить, всех раком поставить, включая губернатора. И весь бизнес местный, который будет носить взносы на празднование 60-летия Великой Победы, от имени Единой России. Я им говорю, вы сейчас ко мне приехали несчастные, затюканные, опущенные. Просто лица на вас нет, идиоты. Вы потом, через полгода, ко мне приезжаете. Через полгода, зайдите, члены Единой России, главы комитета, по празднованию 60-летия Великой Победы, общественной инициативы от бизнеса, своей губернии. Не, я уехал куда-то в Антонезе. Понятно, да, о чем я говорю? Великие будете люди, великие, все перед вами ниц, вся падаль, которая на вас наезжает, вся падаль, ляжет ниц. Правильно. Потому что я даю личный совет, личный совет, где я не кривлю душу абсолютно, зачем мне это нужно. Также я мальчику сегодня посоветовал вступить в прокуратуру или ФСБ, через 2-3 года уволиться и действовать под крышей бывших товарищей. Завязать связи, завязать связи. Начальника отдела, так сказать, потом все время поздравлять с днем рождения. Поздравлять начальника отдела своего, откуда ты уволился, с днем рождения. Каждый год, торжественно, с маленькой хотя бы газелью подарков. Газель подарков. Понятно? Продавать привет жене на день рождения. Обязательно помнить, когда день рождения у жены начальника отдела. Естественно. Ну а как? Мы где живем, ребят? Вы что, ребят? Ну вы же меня... Вы подойдите к окну. Вы что, придурки, что ли? Подойдите к окну. Все нормально. Поехали дальше. Русская служба новостей. Русская служба новостей.